Всем здорова, с вами Сириус. Сегодня продолжаем нашу серию видео по тому, как выгоднее и проще начать играть в ККС. В первом видео мы делали стартовый капитал, поднимали себе деньги на шлюп, чтобы карибские нравы проще пройти. Потом я даже еще снял карибские нравы, оба эти видео будут по ссылке. И вот ситуация, ты прошел карибские нравы, в принципе, заработал начальные бабки, у тебя где-то там 150 тысяч, 200 тысяч, 100 тысяч, 300, неважно. И вопрос, что делать дальше, потому что, по идее, как бы обязательных квестов, которые вот прям горят, их нет. То есть, условно, можешь делать, что хочешь. До голландского гамбита еще далеко. Ну, и, соответственно, вопрос, а что делать дальше, как лучше потратить время. Тем более, на носу квесты этого, последнего урока, они, по-моему, после четвертого ранга появляются. Но на четвертом ранге их проходить не советую, потому что они достаточно сложные. Соответственно, тебе надо маленько прокачаться и встать на ноги. Так вот, что делать дальше? Если у тебя хватает денег, то есть, есть хотя бы 150 тысяч, уверенно, плюс еще количество дублоунов или больше, то советую искать, начинать четвертый класс корабля и смотри, потом, что делать дальше с этим кораблем. Если денег нет, то ты зарабатываешь их. То есть, выходишь в море, проходишь квесты на помощь на верфи, церковнику можешь помогать, еще какие-нибудь квесты выполнять. То есть, посмотри первое видео мое, я там показывал, как легко деньги поднимать, все поймешь. Если же денег хватает, а я думаю, тебе должно их будет хватать, особенно после прохождения карибских нравов, твоя задача найти корабль четвертого класса на верфи. Вот у нас сейчас шнявы есть на верфи. В принципе, это может быть любой корабль, бригантина, бриг, военная шкуна, что тебе больше нравится. Но вот в нашем случае у нас сейчас шнява будет. Я бы, конечно, хотел бриг, но ладно, шнява тоже сойдет. Далее, что тебе нужно? Тебе нужно, чтобы тебе хватало навигации на этот четвертый класс. Если ты будешь играть в мою сборку, то у тебя будут уменьшены требования к навигации. То есть, вот у меня сейчас, смотрите, 25 всего надо на четвертый класс. Хотя по стоковой игре 25 навигация нужна для пятого класса. То есть, на четвертый сесть сложно. Но, скорее всего, ты будешь играть в мою сборку. Поэтому, что тебе надо? Если у тебя футгаделюк уже прокачался до 25, вот у меня он как раз до 25 качнулся, пока мы карибские нравы проходили, то все, в принципе, можно покупать четвертый класс, а минусов не будет. Если этого нет, то есть, если он не качнулся, то твоя задача подтянуть его по навигации. Как это делать? Очень просто. Качаешь себе навигацию, и, соответственно, она будет качаться и у штурмана. Также можешь найти у торгашей амулет Рыбак. Он у меня в сборке дает аж плюс 20 к навигации. Ежели ты играешь в стоку ККС, и у фулька де люка очень мало навигации, или он вообще от тебя свалил, сливаешь в таверне штурмана с максимально большой навигацией. Скорее всего, ее на четвертом ранге все равно будет не хватать у офицера для того, чтобы сесть на четвертый класс. Поэтому дополняешь его тем же амулетом Рыбака, но в стоковой игре он дает плюс 10 навигации. Ну, в принципе, я думаю, можно выжить, чтобы хватило навигации на четвертый класс. Ну, что-нибудь придумаешь. Ну, а если ты все-таки в моей сборке сидишь, играешь в нее, то вообще проблем, я думаю, у тебя не будет, и со штурманом ты быстро разберешься. Все, у нас есть деньги, у нас есть штурман, поэтому мы себе можем позволить четвертый класс корабля. Вполне. Почему покупаем и не захватываем на море? Это ведь и было бы выгоднее, кто-то скажет. Дело в том, что не факт, что вы найдете одинокий корабль, нужный вам, то есть Брик или Шняву или еще кого-то, чтобы он был один, чтобы вы могли легко его захватить на шкуне, ой, на шкуне, на шлюпе. Тем более у нас четвертый сложность из пяти, поэтому сделать это будет достаточно проблемно. Так что зачем себе усложнять жизнь? Один раз можно и потратиться. Это потом мы будем захватывать корабли на море, а пока можно просто купить. К тому же, ну, как бы, деньги у нас есть, все равно их надо куда-то тратить. Не забываем снимать пушки с нашего корабля, иначе они пропадут при покупке нового корабля, они не переставляются. Все, покупаем Шняву. И можете нас поздравить, нас шарлим. Мы теперь на четвертом классе, можно надеть пушки, можно купить другие. Другие, в принципе, я, наверное, сейчас куплю. Другие пушечки, хотя бы 16-фунтовые. Посмотрим, надо еще команды донанять. Но, как видишь, вот мы без минусов, нам хватает на этот корабль. То есть, мы спокойно можем плавать на четвертом классе. Проблем у нас с этим нет. Давай посмотрим пушки. Там у нас, по-моему, 22 пушки надо. Я могу либо взять кулеврины, но их всего 15 штук в магазине, и одна стоит аж 3000, почти дорого. 16-фунтовка стоит дешевле. И их 25 штук, то есть давайте купим 16-фунтовки, они меня вполне устраивают. Нам надо 22 пушки. Так, у нас сейчас 93 тысячи. Покупаем, остается 53 тысячи. Еще 40 тысяч на пушки потратили. Так что вот, понимаешь, зачем тебе запасы по деньгам? За 150 примерно тысяч ты покупаешь себе корабль. И еще примерно 30-50 тысяч у тебя уйдет на пушки, потому что новый корабль будет без пушек. А твои пушки, которые на твоем корабле, они будут достаточно слабые. Это ни о чем. Пушки — это залог твоего быстрого обогащения, которое я сейчас тебе буду показывать. Ставим пушки. Все, теперь можно сходить на верфь. Ой, на верфь в таверну. Нанимаем команду. У нас сколько сейчас можно загрузить? С перегрузом 153 человека. То есть есть смысл сейчас еще сгонять до Мартиники, там сразу, условно говоря, две таверны. И нанять команду до полного. И далее начинается заработок. Так, давайте поставим, наверное, к нюхерям. Погнали. Так, 38 тысяч у нас просят еще зарплату. Ну все, у нас как бы денег нет. Ну вот, кстати, мне повезло, так как я играю не просто в свою сборку, а в сборку, которая на патче Вейна сделана. Здесь есть квест-пасхалка с кораблем под названием Мэрии Селест, немая Мари. Их на самом деле тут две немых Мари. Одна из пиратов Карибского моря, ну такая призрачная прям вся. А вторая это отсылка к реальному кораблю. Это бригантина Мэрии Селест, которую реально когда-то нашли без команды, без всего, с полными трюмами. Если вы почитаете историю этого корабля, все придерживались версии, что корабль перевозил, по-моему, бочки со спиртом, пары начали просачиваться в трюм, была угроза взрыва корабля, и поэтому команда ее покинула в спешном порядке. Вот такая вот у нас новая шнява, кстати. Ну и, собственно, в чем прикол этого квеста-пасхалки? По-моему, еще в ГПК этот квест был, если мне память не изменяет, или в аддонах каких-то. То есть Чарльз Вейн дернул откуда-то этот квест-пасхалку, добавил вот в свой патч. Ну и немного доработал, потому что, помимо того, что мы сейчас рандомный лут получаем, по-моему, он еще добавил кошку. То есть, если вы сейчас внимательно почитаете диалоги, узнаете, что на корабле была кошка, Шарль начинает ей сочувствовать, что она на одиноком корабле без еды сидит, голодная, наверное, и типа предлагает ее забрать. И в итоге с этой кошкой крысы в трюме у вас будут портить товары на 20% ниже. То есть, такой красобок на минималках. Ну вот, смотри, у нас заспавнилась паприка. 2500. Вес он занимает. Корабль захватить нельзя, можно только товары с него забрать. Так что, давай заберем. Мне просто повезло, что она попалась мне прям под носом. Скорее всего, ты ее не сразу найдешь, поэтому это как бы необязательный вариант развития событий. Не обращай просто внимания, но имею в виду, если увидишь зеленые пороса, играя в мою сборку или в патч Вейна, то советую заморочить. Так, порог стоит забрать, он достаточно дорого стоит, оружие тоже, лекарство. Ром, и оставшееся место забиваем паприкой. Ее мы сейчас продадим и немного отобьем деньги. Кстати, возможно, она даже вся влезет. Тут может любой товар заспавниться. В картече там 15 тысяч, провиант, вот как-то мне заспавнилось, аж 20 тысяч. То есть, как повезет. Вот в этот раз паприка. Я бы мог нажать перегрузить все, но тогда еще вот этот вот хлам в виде ядер загрузится не хочу. Слушайте, нам повезло, сошнявый у нас апгрейд на трюм есть, поэтому в нее аж 3000 влазит. Это неплохо на самом деле. Да, у нас вся паприка, ну почти вся паприка влезла. Неплохо, неплохо. Давайте покрепеля выложим. Можно еще картинку. Сейчас грузить. Что бы еще выложить? Ну ладно, наверное, оставим так. Все, как бы паприку забрали. Или какой-нибудь там другой товар, какой у вас будет. Бригантина, уплывай дальше. Как видишь, она пропадает за глобальной картой. По-моему, больше она не появляется. То есть, это одноразовая акция. И вот мы уже на мартинике. Сначала причаливаем на Франсуа. Там обычно команда получше, поопытней. Особенно солдаты. А нам нужно будет именно солдата для дальнейшего обогащения. Офицеры, кстати, сидят. Штурман. Вот, кстати, штурман. Смотри, навигация 40. Для стоковой ККС, по-моему, на 4 класс нужно навигации 45. Или 40. Так что, как видишь, в принципе, на 4 ранге персонажа ты уже, в принципе, найдешь себе нужного офицера. Поэтому проблем у тебя со штурманом на 4 класс быть не должно. Так, штурман еще один. Так, ладно. Погоди. Какого ты будешь в деле? Пройдох. Вот вообще 45 навигации. Но мне штурман не нужен, поэтому я не буду нанимать. Мне нужна команда. А, у меня полный трюм, зараза. Идем в магазин. Команда здесь тоже вес имеет, поэтому... Паплику, конечно, можно было бы поискать, где продать подороже, но что-то мне лень. Ну, 26 тысяч мы заработали. Тоже неплохо. Вот еще пороха можно продать. Так, продадим 500 бочонков или чего там. Оружие, лекарства трогать не буду. Немного надо к непилею, но пусть еще бомбы будут. В принципе, все. Все, больше мне ничего не надо. Идем забираем команду. Видишь, тут какие опытные матросы. Все, 128 человек есть. Практически мы готовы к тому, чтобы начать обогащаться. Я думаю, ты понимаешь, что мы будем делать. Мы будем грабить торгашей, но, как ты понимаешь, делать на четвертом классе это намного проще. Потому что игра по нашему рангу, по навыкам, по вот этому всему, вполне думает, что мы еще слабенькие, чакленькие, и, соответственно, трогаши будут слабы. потому что мы якобы еще должны на слабом корабле, типа люгера плавать, не должны так быстро пересесть на четвертый класс. А мы вот взяли и пересели. Поэтому сейчас нам будет очень просто грабить торгашей. Главное их найти на карте. Думаю, с этим проблем не будет. Так, это у нас еще один квест. Смоляной пес. Я, пожалуй, от него откажусь. Это мы будем проходить на стримах. Чтобы отказаться с этого квеста, просто надо игнорировать поход на верфь. И все. Что я и сделаю. Так, патроны у меня есть. В принципе, мне сейчас нужны только... Кстати, вот. Это у нас не карта с сокровищем. Вот еще один вариант побочный. Как заработать. Ищи клады. Можешь уже начинать искать вот на этом этапе игры. Это тоже достаточно выгодное дело. Так, здесь у нас никого нет. Ну ладно, значит, будет у нас 128 человек. Меня это количество командов вполне устраивает. Все, выходим, так сказать, на охоту. Сохранимся. Сейчас я на всякий случай проверю, идет ли запись. Идет, все нормально. Сейчас я воды попью. Так, и мне не нравится название корабля. Давайте что-нибудь другое придумаем. Его нынешнее название мне почему-то напомнило про Кракена. Поэтому назовемся Кракен. Ведь сейчас мы будем тащить на дно всяких торгашей. Интересно, почему кончик мачты черный. Непонятно. Но шут, конечно, красивый. Сейчас я на всякий случай скриншот сделаю. Уточню насчет черноты мачты, рей. И погнали. Так, я когда скриншот делал, запись не сбил. Не, все нормально. Все, наша задача найти вражеских торгашей. Вражеские это испанцы. Как ты понимаешь. В принципе, ты под пиратским флагом можешь на любых нападать. Но я не хочу портить отношения с другими союзными, так скажем, нациями. Поэтому мы будем искать именно испанцев. Вот два корабля торговцев. Но это голландцы, к сожалению. Вот там надо нечто подобное, но испанцев. Это у нас ушел смоленый пес в архив. Как я и сказал, его можно просто игнорировать, если вы не хотите его проходить. В принципе, можно было взять. Вот, кстати, этот квест, он достаточно требовательен к кораблю. Потому что надо на конвой нападать. И на шлюпе, на люгере это делать проблемно. А вот на шняве это вполне реально. Или на брейке. Поэтому, имей в виду. Если захочешь проходить последний урок, на четвертый класс корабля нужно пересесть обязательно. Но мы продолжаем наши поиски. Если поиски затянутся, а мы так ничего и не найдем, загрузимся и по новой будем искать. Кстати, надо мне еще кое-что делать. Раз уж мы играем, заодно я бы хотел протестировать кое-что так шлюп. Шлюп, два шлюпа. Нет, спасибо. Так, три корабля-торгаши под французским флагом. Нападать я на них, конечно, не буду. Но я хочу кое-что проверить. Шлюп. Баркентина, вот. Вот, дед, если ты будешь смотреть... Вот, смотри, Баркентина у нас была четвертого класса. Теперь она пятого класса. Но, как видишь, она спокойно заспавнилась в этом... в конвое, в торговом, и попалась мне на карте. Так, шлюпа там у нас что первым? Там у нас барк, по-моему. Но шлюп мешает на него поглядеть. Ну, это барк, да. Так, хорошо. То, что Баркентина заспавнилась без проблем, это меня радует. Давайте посмотрим на того голландца. Тут у нас вот достаточно сейчас серьезный караван будет заспавнен. Вот карака есть. Что у нас там перед нами? Вот, дед, кстати, смотри. Пенас. А, ну, Пенас у меня пока это... Он у меня уже второго класса, но я еще не изменил. Не начал новую игру, поэтому... Здесь у меня по-старому шипы нету. Здесь он еще у меня третьего класса, окей. Что у нас там еще есть? Щебека. А вот это чем? Еще один Пенас. А, ну это... Самый первый. Так, у нас две караки. Вот это у нас, по-моему, шнява. Нет, это у нас фрегат. Нифига себе. Серьезно. Тяжелый фрегат. Ну, нам, конечно же, такие караваны пока не по зубам. Как ты понимаешь? Нам нужны испанцы. Ну, ничего, рано или поздно найдем. Военные эскадры. Ну-ка, что там за корабли? Давай посмотрим. Шлюп тоже мне эскадра. Глеон вон третьего класса. Глеон вроде и был третьего класса. Блин, а где все испанцы? Я что-то вот сколько плаваю, даже военных испанцев еще не видел. Куда-то они все пропали. Во. Не испанец? Ну-ка. Вроде он. Да, желтый парус. У нас попутчики Кэп. Два корабля Таргашей и один охрана. Нормально. Я думаю, справимся. То есть на четвертом классе мы уже можем себе позволить так наглеть. Даже на четвертой сложности. Так, это у нас в чем? Флейд. Флейд это хорошо. Это жирный трюм, а значит какого-то товара будет много. Сброс на товара в море у меня отключен, поэтому выкидывать грузы они не будут, и я все смогу забрать с кораблей. 129 человек. 171 человек. Вот надо будет это. Поаккуратнее. Надо на корсечку ходить. Левый борт готов к залпу. Сорядить картечью. Так, и шлюк у нас военный. Ну, это ни о чем. Это не страшно. Давайте, наверное, начнем с Каравеллы. Флейд от нас точно не уйдет. Он медленный. Шансов у него никаких против нас. Вот зачем нужны были пушки помощнее. Видишь, как мы быстро ему команду снесли. А вот если бы мы оставили стоковые пушки, мы бы замучились. Соответственно, в чем прикол 4 класса в сравнении с 5? Ну, это в принципе и понятно, но тем не менее. А прикол в том, что тебе будет проще грабить. У тебя мощнее пушки, которыми ты быстро сбиваешь команду вражескую. И у тебя у самого больше команды вылазит в корабль. Соответственно, ты можешь легко абордажить корабли. К сожалению, я подставился и потерял 25 человек. Те это может быть даже 27. Но сейчас мы пойдем на абордаж. Я думаю, мы же пойдем на абордаж. Надо срочно качать абордаж. Я думаю, он сдастся. Если не дурак. Он дурак. У него оставалось, дай бог, 40 человек. Против моих 110. И он решил драться. Хотя это торгаш. Таким образом, он должен бояться, быть трусливым. Ну что ж, он поплатится за эту глупость. Ну вот и все. По-моему, потерь с нашей стороны нет. По крайней мере... А нет, я тут вижу одного. Одного потеряли, к сожалению. Ну, я думаю, оно себя окупит. Что-то мне подсказывает. Рубины нашли. Скорее всего, капитан сейчас засыт и скажет, что, типа, сопротивление бесполезно. Я сдаюсь. Что-нибудь такое. Хотя, возможно, оно сейчас выяснится, что какая-нибудь эпидемия на корабле. Поэтому им терять нечего. И они решили драться. Это вот будет обидно. Потому что что-то он как-то подозрительно начал в бой вступать. Слишком уверенно для торгаша. Но будем надеяться, что пронесет. Жестко. Так, ну вот ты все собрал. Ну и он засал, естественно. Настоящий вот типичный торгаш. Людей подставил на абордажи моряков. А сам засал драться. Он у него два человека осталось. Черное дерево. Неплохо. Корабль, кстати, тоже денег стоит. В моей сборке стоимость практически полная. Выплачивается за корабль. Поэтому есть смысл захватить. Но у нас, по-моему, только один офицер. А, нет, стоп. Я еще фульк длюка могу назначить. У нас два офицера. Забираем его пленником. Два человека, я думаю, отпустим на шлюпках. Повезло им. Течи надо взять. Бомбы пока сгружу. Топить мне тут не надо никого. Немного скинем рома, чтобы побыстрее быть. Все, назначаем. Пока вот этого чувака. Блин, конечно, его защита и способности врача пригодились бы сейчас в бою с флейтом. Но, увы. Так, и нам надо его отправить куда-нибудь на... Так, это, получается, ест в восток. На юго-восток надо его отправить. Бравый борт готов к залпу. Уходи. Ну, а мы начинаем бомбить флейт. Шлюп, который должен тут всех защищать. Бравый вояка, то бишь охранник, решил начать влепетывать. Ну, вон он, чешет. Удаляется от нас. Вояка-то оказался поумнее торгашам. Или разворачивается он там, непонятно. Но пока он там тупит, мы обрабатываем флейт. Сколько у нас там на флейте команда? 160 человек. Это много. И мушкетный залп мне пока не светит. Ни у кого тут нет мушкетного залпа. Фу, коделюка есть, абордаж с большого расстояния, но это не то. Нет, к сожалению, абордажа. Мушкетного залпа нет. Хотел сказать абордажного залпа. Значит, надо руинить ему команду хотя бы человек до 50. Но проблема в том, что мы по отношению к нему против ветра. И хоть это медленная калоша. Левый борт готов к залпу. Но все-таки надо как-то его догнать. Ну, сейчас как-то галсами. Он тупит, стреляет в меня бомбами. Хотя на его месте я бы либо сносил паруса, либо как-то команду пытался мне подскосить. Но, наверное, выгоднее было бы укосить мне паруса, потому что у меня явно корабль маневренный. Единственный шанс спастись от муфлейта там замедлить меня. Правый борт готов к залпу. Ну, и шнява нравится. Прям нравится. Я сначала с дедом спорил. Типа... Стоковая шнява даже поинтереснее выглядит. Сейчас я на нее смотрю, и мне она прям нравится. Клево. Такой небольшой фрегат. Мини. Двухмачтовый. Правый борт готов к залпу. Ну, вот, как видишь, четвертый класс тебе позволяет спокойно выходить против трех кораблей того же класса. Блин, случайно слил залп. Тупанул. 116 человек, то есть у нас плюс-минус одинаково, но меня это не устраивает. Правый борт готов к залпу. И он зарядил картечь. Вот это плохо. Но, к счастью, бортовым залпом по-моему, неплохо попал. Я потерял всего три человека. Левый борт готов к залпу. Но лучше не затягивать. И полбыстрее поедти на абордаж. За шкуной, наверное, ой, за шкуной, за шлюпом. Что я их все сегодня путаю. Наверное, гнаться смысла нет. Давайте мы, наверное, от него отойдем. Он сейчас снова перейдет на бомбы. И я его на этом подлавлю. Ну, собственно, я думаю, ты понимаешь, что тебе нужно делать, как обогащаться просто на корабле четвертого класса, который ты, можно сказать, зарашил, купил быстрее, чем игра думала об этом. Начинаешь кошмарить торгашей, как видишь, даже на четвертой сложности. На всякий случай покажу. Бесстрашный капер. Четвертый из пяти. Это делать несложно. Вот, смотри, мы сейчас, грубо говоря, без денег. Сколько мне там? 30 тысяч осталось. Вот посмотришь, сколько будет после того, как мы продадим награбленное, грабли, вот это все. Прикинешь, так сказать, писью к носу и поймешь, что это намного интереснее и выгоднее, чем груз какие-то возить, фракты, кресты какие-то однотипные раз за разом выполнять. Я думаю, можно идти на аббардаж. К сожалению, я тупанул. Я подставился под левый борт. Сейчас он долбанил картечью. Так, он не долбанул. Это он попанул. Его косяк. У него была прекрасная возможность. Так, у меня 81 человек, у него 40. Правый борт готов. Давайте сохранимся. Стараемся больше не подставляться сейчас. Так, он сейчас, скорее всего, зал с борта дадим. По нам. Давайте носом встанем, чтобы ему сложнее было попасть. Правый борт готов. Ну, стрелять будешь? Видимо, не будет. А я вот буду. Все, надо на аббардаж идти. Ну, где аббардаж-то? Ё-моё. Давайте, знаете, как сделаем? Снимем канонера. Поставим ему бортсман. У него же есть там аббардажи с большого расстояния. О! Эных не брать! Ну, и он решил сдаться. Один человек к нам решил пойти. Так, смотри. У нас два корабля грубо говоря, где-то по 20 человек требует. Кровелл и флейт. Это уже 40. Ему 60. Но должно хватить на 3 корабля. Поэтому захватываем его. Взять пленником. Ребят, наверное, давайте как рабов. А то они больно долго сопротивлялись. Выбесили меня. Поэтому пойдут на шахты работать. Так, и он вез кирпичи, какао, табак, всякую хрень. Ну, конечно, не золото, но тоже неплохо. Назначаем функа-делюка. Даем ему минимальную команду. Все остальное у него, в принципе, должно быть. Шлюп уже уплыл. Далеко. На каравеллу тоже надо закинуть людей. Тоже 21 человек. Все, на все хватило. В принципе, еда есть, это все есть. Сохраняемся и идем сдавать награбленное. Чего у нас больше всего? Давай прикинем. Кожа, фрукты, это все дешево. Можно не париться, где это дешево. Подороже можно продать. Вот за дерево можно запариться. Оно дорогое. Потом. Табак, в принципе, дорогой. Возможно, ваниль. Все остальное стоит копейки. Вот смотрим, где у нас табак, ваниль. И что там, дерево. Продается дороже. Вот помню, в Бастере, по-моему, дерево скупают. Вот, смотри, тут цена продажи и цена покупки. Ты, наверное, можешь подумать, что цена продажи, да сколько ты продашь? Ну, нифига. Цена продажи, это цена продажи вам. То есть, он, вот этот торгаш на Бастере, продает черное дерево вам за 520 монет. А покупает он у вас его за 267. Соответственно, ты смотришь не сюда, а вот сюда. Имей в виду. Так. 267 монет дает. Порто Пренс. 258. 253. Ну, на Бастере лучше всего. Хотя, вот, слушай, навели им стадии еще лучше. Мне нравится. Также, смотри, табак здесь достаточно дорого стоит. Да. Слушайте, наверное, пойдем туда. На Кюросаву. Сохраняемся. И на всех парусах мчим делать деньги. У нас попутчики, Кэп. портфель им стада. Причалить. Сейчас, к сожалению, у нас минуса из-за того, что мы на корабле неподходящего класса под нашу навигацию. И нам надо как-то сделать так, чтобы фульг-де-люк у нас освободился. То есть, нам надо один корабль продать. Так что, сейчас мы попробуем план Боба-Росса замутить. Сейчас мы скинем всякую дешевую хрень. И все дорогое, дорогие товары засунем на какой-то один корабль. То есть, мы пока не продаем дорогие товары. Но всякие фрукты, всякую мелочь можно продать. Все дешевое. Так зря продал бревиант. Возможно, нам придется ночевать, команда помрет. Они один день без еды не могут прожить. Вот кожа недорогая, можно продать всего 5 тысяч. Черное дерево, вот смотри. У нас оно сейчас продалось за 32 тысячи, но посмотришь потом, когда мы восстановим себе навыки, оно будет подороже. Порох тоже дорого стоит, но это все фигня. Так, теперь здесь скидываем брехол. Кирпичи, вот это вот все. Табак, какао пока не трогаем, ваниль тоже, паприку тоже не будем трогать, раз у них тут агрессивный спрос на это все. Так, теперь нам надо один корабль освободить. Ну вот, например, каравеллу мы, я думаю, можем освободить. Забираем людей. Также можно снять пушки. Кулеврины стояли зачем-то на торговом корабле на плейте. Пушки тоже можно сразу продать. Кондеха им наверх. Мужик, покупай. Но пушки так, чисто бонусом. Копейка, так сказать, рубль бережет. Золотой самородок нашли, обнесли заначку верфиста. Так, все у нас. Каравелла, кстати, почему-то все 2000 стоит. Видимо, не отмылось еще. Тут есть некое отмывание кораблей. Ну, что ж, жаль, но придется продавать за 2000 всего. Возможно, у французов этот корабль стоил бы дороже, но ладно. Тем более, спроецируем ситуацию, что ты играешь в стоку ККС, тогда у тебя цены будут точно такие, если не дешевле, поэтому ладно, отдаем за 2000. Тут даже мой легальный корабль, который я наверху купил, по идее, со всеми бумагами, с оформлением, так сказать, все равно стоит 2000 почему-то. Парадокс. И смотреть, что мы делаем. Мы снимаем фулька нам сейчас поможет продать товары. Давай смотреть. Какао забирай, 8000. Табак, 9000. Ваниль, 7000. Что-то как-то не густо выходит, на самом деле. Я думал, побольше бабла поднимем. Но я еще надеялся, что корабли подороже продадутся. Но, к сожалению, нет. Так, может быть, черное дерево. Сколько у нас там было? 32000? Блин, мы 1000 всего выиграли. Ну, тоже деньги. Уже 116000. Не густо, не густо. Не пусто, но и не густо. Забираем вот это все барахло. Все, можно сходить продать флейт. Так, теперь он стоит 52000. Я что-то не понимаю в этой жизни, наверное. Почему Каравеллу за 3000 продал? Так, а если... А где у меня последний сейф? Может, надо было два раза с ним поговорить. Давайте-ка вот так сделаем. Ради интереса просто проверим. Сохранимся. На всякий случай здесь. Если что, загрузимся. Я хочу за 50-ку царей продать. Я что, дурак, что ли, за 3000 Каравеллу сдавать? Она, наверное, тоже 1050 стоила. Так же чешем. Велим стат. Верфь еще работает. Повезло. Какие цены у тебя сейчас, друг? По 2000, да? Нет, не помогает два раза поговорить. А если вот так сделать? Если, например, мы что-нибудь починим? Хоп, починили. Нет, цены по-прежнему большие. Видимо, надо было один корабль продать, и тогда что-то с верфистом происходит, и он начинает корабли покупать по полной стоимости. Странно это. Можно, конечно, было бы купить баркас на кого-нибудь еще, но у меня уже не было свободных офицеров. Ладно, будем считать, что Каравелла принесена в жертву, а флейт мы уже продаем по полной стоимости. Вот уже лучше, это уже интереснее. также есть, наверное, смысл починить корабль до полного. Так, и у нас 5 утра. А команда у нас, по-моему, с 8 утра. Мне бы не мешало отдохнуть. Давай, 3 часа. Ну, в принципе, в принципе, вот смотри, ты за одну ходку отбил стоимость шнява. То есть, ты уже, грубо говоря, вышел в ноль. Еще одна такая ходка, и ты уже в плюсе. А если очень сильно повезет тебе, и эти две ходки будут удачные, то у тебя уже будет полмиллиона после них. Ну, и дальше ты нарастающий. Так, давайте продадим трофеи. Я помню, там всякие цацки поднял. Вот два рубина, тоже трофеи. Если ты, конечно, не ленился обыскивать шкафчики. Тоже деньги. ничего интересного. Мужик уставился в стену. Стоит интересный такой. Мужик Мадонна, винишко. Все куплю. Могу позволить. Так, у нас там еще какие-то товары остались, я помню. Надо их продать. Так, не, я не поплаву к испанцам. Пусть хоть они рядом, но нафиг надо. Так, нам, наверное, столько не надо. Продадим где-нибудь 582 дня, нормально. Потом порох тоже много. Давайте для ровного числа вот так. Так, что-то я просчитался. Да, е-мое. О, 600. Нормально. Так, оружие тоже нам столько не надо. Штук 150 будет достаточно. наверное, ну нет, если я еще сотню продам, мне уже не хватит. Ну, лекарств можно продать. у меня все равно много. Вот так нормально. Ром продавать не буду. Рабов вот можно сдать. В моей сборке рабов можно продавать везде, потому что это у нас еще середина 17 века. Рабы продавались, рабы покупались везде, где это только было возможно, а не только на Бермудах, как в этой игре по дефолту. Тем более их можно только продать, как ты заметил, у торгашов продажи не было, купить их нельзя. Так что теперь есть смысл чаще не отпускать команду, а захватывать ее для продажи. Также у нас есть пленные капитана, но я наверное не буду их отдавать губернатору, это портит авторитет главного героя. А вот клады поискать, попробовать выжить из них карту сокровищ, можно попробовать сейчас сходим в трюм казначей. Честный капитан, но он больше плотник, чем казначей, но только хотел быть две способности, а совместителей у тебя нет. Слушайте, так-то неплохое, можно взять. С казначеем бабки делать проще будет, плюс экономия на зарплате, у нас абордажник, обычный моряк. Давайте возьмем. парень, локоть к локтю мы пройдем через пару почетков давайте поставим его казначей и следующая ходка у нас будет явно выгоднее. Также давайте поставим плотника, так нет, не плотника, в ром врача вот этого парня и фургоделюк у нас канонир. Кстати, у него способности есть, а нет, это у нас способность и два пленных у нас, двое точнее. Так, уличное повреждение команде у меня есть, я могу взять мушкетный залп. Вот это вот мастхэв для того, чтобы кошмарить торговцев, потому что после мушкетного залпа они 100% будут сдаваться. Ну ладно, не 100%, но шанс повышается в разы. Команду возьмем. В принципе, что, все дела сделали? А, пленные. Так, сколько я там наснимал по времени? Будем еще одну ходку делать или нет? снимал 45 минут, даже вот не знаю. Время сколько? И время почти 5. скидываем барахло. Так, на всякий случай абордаж никуда противоядие, мало ли. и давайте попробуем выбить карту с сокровищами. Вот я бы лучше клад поискал вместо ходки еще одной. Так вот, я не помню, как ее выбивать. Там надо как-то ему сказать через какой-то диалог, типа, мне надо подумать, что с вами делать дальше. Ну ладно, я еще подумаю, посиди пока. Ну-ка. Может, его как-то надо запугать? Так, а если так? Ладно, сиди пока. Но, что-то она не похожа, чтобы он нам дал карту с сокровищами, поэтому давайте его отпустим. Это ее репутацию поднимает неплохо. Так, теперь ты. Так, я знаю. У меня на тебя другие планы. Не хочешь предложить мне что-нибудь за свое освобождение? Попробуем припугнуть. Вот я не помню, по-моему, их надо пугать тем, что мы их посадим в рабство. Но это не точно. Ладно, он нам явно карту не даст. Свободен. Так, давайте сохранимся и знаете, что я сделаю? Возьму некую паузу и попозже мы продолжим. Так, ребят, продолжаем. Для вас прошла секунда, я отдохнул мальца, связки свои голосовые привел в порядок. с картой сокровищами нам не повезло, поэтому давайте попробуем еще одну ходочку по-быринькому организовать, поднять бабла. Вот сколько у нас сейчас по итогу? 171 тысяча. Стоять, стоять, вижу, испанец. Успеет свалить куда-нибудь, нет? Не избавим сохраняться. Вот это нам сейчас, конечно, повезло, что он так заспавнился. Один корабль торговцев прямо перед фортом, перед колонией. Ну ничего. Блин, вот зараза, а. А кто там шлюп? Наверное, нет смысла. Не стоит оно того. Повезло ему, успел под защиту форта свалить. Вон там еще испанец. Иди-ка сюда. Там тоже могут быть два корабля. О, торговая экспедиция, два корабля. Наш клиент однозначно. И, если что, недалеко Кирасау можно будет доплыть. У нас попутчики. Напасть. Так, это у нас что? Щебека? Ни хрена себе! Вот это я нарвался. На авиа 200 человек. Ну, в принципе, если бы он был один, я бы, конечно, справился еще. А вот в два корабля. Ну, не знаю. Если бы у меня еще команда была полная. Не, ребят, забейте. Можно, конечно, было бы посидеть, но мне что-то подсказывает, что это займет очень много времени. Давайте попробуем слить что-нибудь попроще. Понятно. Вот слить бы две щебеки, например. Или два обычного галиона. Хотя тоже, блин, мороки много. Ох, вот это я подставился жестко. Нет, походу, жесткие корабли не наш вариант. Надо отпустить с миром. До такого мы пока не доросли, но вот тут есть еще один вариант. Два пирата еще есть. Давайте их сольем. Так, торговый караван четыре корабля. Сложно. А вот этот? Глин, голландцы, а? Да свалите нахер. Четыре корабля много. Жалко, жалко, конечно, там вот два корабля. В принципе, могло бы что-нибудь получиться, будь у меня побольше времени и желания. Но у меня нету ни времени, ни желания. Еще четыре корабля. Что ж такое? Мне было три максимума. Лучше два. Это у нас кто там? Еще испанцы. Что-то испанцы проснулись. Что ж такое? маленькая иконка плавает, да, пять кораблей там. Жесть. Целый караван, блин. О, а вот это походу наш клиент. как он нарисовался удачно для нас, но неудачно для себя. Что, братин, попал на бабки? Буду сейчас чехлить. Барк, и что там еще? Шлюк, по-моему, баркентина. Две баркентина, нормальная тема. Вот, к слову, дед опять, смотри, два корабля с измененным классом, ничего, заспавнились, они там, шлюп все-таки. Один корабль, ну ладно. Так, мне бы на абордаж пойти, на самом деле, тем более, мушкетный залп есть. Он еще и дерется, ох, дура. У него и так тут команда не было. Еще и мушкетный залп. Ну все. Весь абордаж. Я думаю, здесь у нас вообще без потерь. Если наши парни не совсем идиоты. Но я думаю, что все-таки нет. Не знаю, зачем он решил сопротивляться, на кой ряд. Как бы... ситуация была явно не на его стороне. Но дело его. пошелек шекеля. Кружку брать не буду старого. Так, вот здесь даже... А-а-а, вон оно в чем дело. На борту эпидемия. Вот козлина. Давайте посмотрим, что у него в трюме. Если в трюме хлам... Блин, он будет драться до конца, до талого, даже если ему команду прям в ноль срубить картечью. послушайте. Сладенько, сладенько. Эпидемия или дерево? Бабки или люди? Давайте, знаете, как попробуем. Все-таки прям в ноль срубить картечью, Но он сам будет драться даже с одним человеком в команде, если у него эпидемия. Вот тоже бред такой на самом деле. На самом деле, вот почему бы им не сказать, что на корабле эпидемия, да, их вообще бы никто абордажить не стал, убивать. Все-таки это есть какие-то шансы вылечиться и жить дальше. А они в итоге, блин, не знаю, режим камикадзе включили, что все, эти камикадзе сто процентов смертники. Бред. Надо этого рубать нахер. Так, у него два человека осталось. Я думаю, совсем в ноль срубить не получится. Сейчас все равно будет сопротивляться, скорее всего. Кстати, можно обстреливая его картечью. качать канонер. Ну, вот видите, он все равно сопротивляется. Хотя, как бы у него вообще никаких шансов. А давайте, знаете, как сделаем? Мы загрузимся вот с этого сейва, где эпидемии вообще нет. И попробуем выбить себе каравана без болезней. Так сказать, здоровый, без коронавируса. Вот, шкуна. Блин, обидно, конечно, там такой сытный лут был. дерево. Красное и черное. Прямо как икра. Так, ну все, торговую шкуну можно брать на бордаш. Кстати, вот, дед, если ты смотришь опять же таки, смотри, торговая шкуна с пятого класса, а была четвертого. И как видишь, она заспаунилась без проблем. Правый борт готов в залп. Ну иди сюда. Мужик, ну не сопротивляйся, это бесполезно. О! Так вот, сдался сразу, значит, все на корабле нормально. Смотри, красное дерево чуть-чуть, фрукты, вот это все. Ну, сойдет, сойдет, идите пленником. Ну, давайте отпустим, ладно, я сегодня добрый. Так, это у нас врач, это у нас этот казначей. Я его по-моему плотником поставил, поэтому давайте его и возьмем. Все, теперь у нас там чем? Баркентина, Барк. Нам повезло, что она по курсовому ветру в отношении к нам. Так что мы его быстро догоним. Да, это Аннунсиансион. Ну и имя, блин, корабля. Какая-то египетская принцесса, что ли? Сколько у меня там человек? 64. Фигня. Мне ну, сняло прям нравится. Особенно корма прям. Кайф. Мужик, ну вот зачем ты тянешь резину? Все равно ведь мы оба знаем, чем это все закончится. Ради чего? Спусти паруса, подними белый флаг. Я вас даже отпущу всех на шлюпках. левый борт готов к залпу. Так, он меня пытается, я не знаю, то ли потопить, то ли что, то ли бомбами, то ли ядрами стреляет, непонятно. Мне надо сближаться с ним. Ну, мы тихоньку сближаемся, к слову. Главное, что он сейчас на картечь не перешел, потому что мне просто команду терять не хочется. Но пока он стреляет то ли ядрами, то ли чем, непонятно. На ядра похоже. Либо кнепелями в упор по корпусу. Так, а вот сейчас он походу зарядил картечь. Больше не представляемся. Все, команды у него нет, это плюс. Но мы никак не можем сблизиться нормально. Это минус. Я не думаю, что он с нулевой команды успел зарядить правый борт. Мы не будем представляться к нему. Так, он сдался. Отлично. Значит, эпидемии нет никакой. Ну, так себе. Но какая-никакая добыча. Давайте отпустим всех. И заберем, наверное, вот этого чувака поставим, заберем его себе. Так, понятно. команду надо всем раздать. Еда есть. Лекарство есть. Все есть. Так, теперь ты. Еда есть. Лекарство есть. все есть. Блин, молодчики, подошли из-за угла. Прямо как ждали. Как-то надо от пиратов избавиться. По-любому. И меня вот интересует вот этот вот кораблик. не, четыре корабля я сейчас, наверное, не потяну. Ну, идею ты понял, да, братан? Как зарабатывать? Ты быстренько оформил себе корабль четвертого класса военного типа, то есть Брик, Шнява. Хотя Шнява считается торговой, но, как по мне, она очень хорошо себя в военной деле показывает. Бригантина. И начинаешь кошмарить торгашей. Все просто и понятно. И заодно качаешься. Вот какой у меня ранг сейчас? Уже пятый. вот делаешь то, как я сегодня показывал тебе весь этот кинофильм до примерно седьмого ранга. Плюс-минус. Все, сейчас все продаем. Блин, не хватает кнопки продать все. Прямо реально не хватает. Как в Корсарах 2 была. Помню, в каком-то аддоне такую сделали. Сколько у нас там было до этого, по-моему, что-то в районе 170 тысяч, плюс-минус. Да, вот с того-то барка черное и красное дерево продать было бы нормально. Так, по цене неплохо поднялись. сейчас надеюсь, корабли по нормальной цене купят. Какао вот на 10 косарей тоже неплохо. Вот уже 200 тысяч у нас есть. уже в такой уверенный плюс ушли. И самое главное, что в отличие от того, что вы просто будете плавать, торговать, качать себе тупо торговлю, мы потихоньку качаем себе все навыки, так или иначе, и стрельбу, и абордаж, и защиту, и личные способности. Так что делай выводы, чем лучше заниматься. Да, ты не делаешь полмиллиона, например, за полчаса. Это не быстрые деньги, но зато это интересные деньги. Гуллиурин тоже снимем. Шекели сейчас не повредят. Команду заберем нашу. Погнали наверх. Пушки на продаже, конечно, прям максимально дешевые. Обидно. О, здесь полная стоимость у кораблей. Видимо, надо было один раз продать по дешману, и он начинает предлагать нормальную цену, что не может не радовать. Починиться надо будет. Ну вот, еще. 60 тысяч и того уже, 260. Неплохо. я считаю. Плюс у нас там какие-то цацки в инвентаре. Сейчас мы их закинем на продажу. Будет вообще замечательно. как-то у нас врач. Не знаю, ставить его казначеем или плотником. Давайте плотником поставим. Какие у него там плотницкие навыки? автономный ремонт, основная защита. Ну ладно, сойдет. И у нас два пленника есть. Это еще две попытки выбить себе карту сокровища. Было бы неплохо. Так, давай зайдем к расставщику. Что там ценного есть у нас что-нибудь? Ничего ценного нет. А, у нас же аппортажи, я же переигрывал. Мы ничего не подняли. Они же сразу сдавались. Казначей, негодяй, не наш клиент. Все ушли. в магазине по-моему был. Кстати, что у меня в трюме? Ну, в принципе, ничего такого. Вот паприка есть. Можно паприку загнать. Так, а надо ли мне столько провианта? Оружия, конечно, много, но продам в другом месте, где оно подороже будет стоить. Все, больше нет ничего. Ну, вот сколько у нас сейчас? 260 тысяч. Мы заработали где-то за час. То есть, смотри, мы окупили корабль, то есть, мы установили наши деньги, потраченные на шняву. Интересный баг. Оп. Зеркальное отражение пропало. Бывает, это корсар. В общем, мы установили деньги. Так, нет, я тебе не повезу, мужик, иди нафиг. Подкачали себе способности. Ранг подняли. О, кстати, солдатский доспех продает. Можно для Чичингита купить, но, наверное, не буду. Что продаете? ничего интересного. Самулец или грим можно взять. Вот это барахло торцов. Не понял. Он же только что продавал всякие штуки, а куда они пропали. Ладно, бывает. Это корсары, опять же таки. давайте еще сгоняем в гвик. Может, что-нибудь интересного там продается. И будем закругляться. В общем, ты понял, братан, да? Вот эти действия повторяешь часика, два, три подряд и спокойно зарабатываешь свой миллион, который нужен для брата. В принципе, это не обязательно делать до начала голландского гамбита, потому что миллион ты отдаешь после. Но чтобы козырнуть, так сказать, что ты уже заработал миллион, можешь сразу заработать его и козырнуть, мол, я заработал уже. Так что можно тебя спасать. Но он скажет, что шевалье свалил и придется с этим подождать. Ничего интересного в продаже нет. В принципе, 260 косарей нормально, чтобы содержать корабль. Можно было бы даже пушки обновить на 18-фунтовые кулеврины, но меня эти устраивают. Надо только команду пополнить. И вот, как я показал, делаешь, делаешь и качаешься примерно до 7-го ранга и потом я покажу, что тебе делать. Я уже до 7-го ранга докачаюсь вне записи и следующее видео у нас будет финальным. Ты уже посмотришь, что мы в итоге получили. Вот смотри, у нас аритские нравы до этого было полтора часа, потом первое видео, еще 50 минут, того уже час 50, 2.20. Вот это видео еще, наверное, час уже 3.20, 3.5 часа. Ну и, грубо говоря, вот следующее видео до 4-х часов, то есть вот первые 4 часа игры и вот ты посмотришь, что в итоге получишь, если будешь делать как я. Все, давай сохранимся. Кстати, на сейве сколько у нас времени? 3 часа 41 минута мы играем с самого старта игры и вот имеем уже 4-й класс корабля, имеем 260 тысяч, имеем какие-никакие навыки, снаряжение, вот это все и это еще не предел. Но это уже в следующий раз, на этом все, всем спасибо, кто смотрел, увидимся в следующем видео, пока. Субтитры сделал DimaTorzok